Нынешний чемпионат Сельгинского района по мини-футболу собрал под свои знамена сразу 13 коллективов. Среди них есть опытные команды, для которых поход за золотом это не ново. Но есть и те, кто только начинает писать собственную историю. Здесь, как говорится, и сейчас. Среди таких, например, команда «Юность» футболисты в белой форме объединились в команду совсем недавно. Большинство выступали в прошлом сезоне за «Инвест», но есть и те, кто играл за другие коллективы. В частности, Кирилл Мамонов выступал за СГТ. Артем Дмитриев еще совсем недавно играл в форме «Двигатель-сервис». В своем дебютном матче на районной арене «Юность» встречалась с «Газовиком». Эта команда уже успела заявить о себе в полный голос, хотя также молодая. История «Газовика» началась год назад в чемпионат района по мини-футболу, а недавно в районном футбольном турнире коллектив взял серебро. Так что наверняка в предстоящем сезоне «Газовик» нацелен либо на повторение подобного результата, либо на что-то большее. Но чтобы претендовать на медали, надо доказывать состоятельность собственной игрой. Стоит отметить, что в первом туре «Газовикам» удалось это сделать в полной мере. Уже в первом тайме, завладев преимуществом, они создали необходимый для комфортной игры задел. Уверенно партнеров ввел вперед Антон Климов, неплохо смотрелся Павел Купряев. Не затерялся один из лучших бомбардиров минувшего чемпионата по футболу Антон Денишкин. После первой половины матча счет был 5-0 в пользу «Газовика». К чести юности игроки в белых футболках рук не опустили. Они понимали, что не являются фаворитами в отчетном противостоянии, да и соперник один из тех, кто будет по итогам чемпионата высоко. Так что молодые игроки сражались с энергией до самого финального свистка. Они не позволили Александру Николаеву долго находиться сухим, и во втором тайме несколько раз сумели его переиграть. «Газовик» ответил также точными ударами в исполнении все тех же футболистов. Веселый второй тайм завершился результативным итогом 11-4. Таков счет в пользу «Газовика». Для него сезон начинается на позитивной ноте, но думается и футболисты юности особо не расстроились. Победы к этой команде обязательно придут. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».